Мы положим конец этим разорительным войнам и наведем порядок. Спустя 14 лет после того, как Темный Рыцарь представил зрителям Джокера Хита Леджера, вопрос о происхождении его персонажа остается открытым. За это время появилось бесчисленное множество теорий, но одна из них постоянно цитировалась, хотя часто чрезмерно упрощалась. Поскольку эпопея Кристофера Нолана о Бэтмене насчитывает три фильма, она заслуживает надлежащего глубокого погружения. Темный Рыцарь остается вершиной киноблокбастеров, изменяя художественное отношение к фильмам о супергероях, популяризируя стиль сурового реализма, как попкорное развлечение, укрепив подход Кристофера Нолана к найму режиссеров. Прежде всего, это отличный фильм, есть много причин для его наследия, но на базовом реакционном уровне выдающимся аспектом должен быть Джокер Хита Леджера. Его версия клоуна-короля преступного мира теперь является золотым стандартным не только для злодеев-супергероев, но и для экранных злодеев в целом. Ханс Ланда, Локи, великий современный злодей неизбежно будет сравниваться со скороносной игрой Леджера. И не зря, подобно Торту Вейдеру или Ганнибалу Лектору до него, он говорит чем-то неизбежно и бессознательно ужасающим, просто вне поля зрения в реальном мире. Эта тайна является ключом к страху, и в отличие от Вейдера или Ганнибала, у которых были приквелы, которые за одним числом пытались объяснить, как эти черные сердца оказались испорченными, Джокер Леджера так и не получил никакого объяснения. Действительно, это ключевая часть его характера. На протяжении всего фильма Джокер спрашивает, вы хотите знать, как я получил эти шрамы, каждый раз давая разные сведения, которые слегка обыгрывают его восприятие жертвы и ее страх. Преступники слышат о домашнем насилии, Рэйчел об безответной любви, а Бэтмен, как человек, определяемый страхом, прерывает его. Как и версии убийственной шутки, Джокер Нолана на перезагрузка кается приписывать теорию о том, что если у меня будет прошлое, я предпочитаю, чтобы оно было с множественным выбором. Однако на самом деле это иллюзия выбора. Нет прошлого, о котором можно было бы говорить. У него нет ни отпечатков пальцев, ни псевдонимов, ни какой-либо истории. В мире трилогии «Темный рыцарь» кается, что Джокер просто появился на свет. И ближе всего к истории происхождения мы проходим к концу фильма «Бэтмен. Начало», когда Гордон обсуждает неизбежную эскалацию, вызванную прибытием Бэтмена в Готэм, ссылаясь на Джокера как на первого из новой волны преступников. И этот аспект, дразнивший задолго до того, как Ладжер был выбран, является ключом к этой интерпретации. «Темный рыцарь» может иметь влияние, которое все еще ощущается сегодня. Но он, наряду с двумя другими частями трилогии о «Темном рыцаре», несомненно, продукт 2000-х годов. Выпущенный в 2008 году фильм появился в конце второго срока Джорджа Буша-младшего, когда безопасность семейной жизни была подорвана. Америка была вовлечена во многочисленные конфликты на Ближнем Востоке, что привело к изображениям раненых солдат во всех новостях, а также прошло всего 8 лет после террористических атак 11 сентября. Угроза дома, как физическая, так и эмоциональная, нависла над ним. Джокер явно охотится на эти страхи, нанося удары в самое сердце Готэма и, соответственно, Америки. Актами не только крайняя жестокость, но и случайности. У Джокера есть план, о чем свидетельствует сокрученный средний акт «Темного рыцаря». Но он атакует, не преследуя большие цели, чем сломить дугу Готэма. Он действует в другом плане и поэтому становится совершенно неудержимым. Этот хаос постоянно читает Джокера на протяжении всей его 75-летней истории. Но это его определяющий аспект в версии Нолана. До такой степени, что тизер-трейлер – это просто речь Альфреда. Некоторые мужчины просто хотят посмотреть, как горит мир над медленно распадающимся символом летучей мыши. На фоне Буша это предподносится как верный способ навредить обществу. Однако Джокер сам американец. Он не просто расширенный параллель с Аль-Каидой и 11 сентября, в отличие от многих других прямых рифов того времени. Таких как Ловерфилл. И это создает нечто более тревожное. Домашняя опасность исходит из дома за городскими воротами. Мы не просто боимся того, что может сделать. Мы боимся того, как мало он может быть удален от нас. Что привело его к этому. Что разрушило американскую мечту. Часто цитируемый ответ заключается в том, что Джокер из темного рыцаря является прямым продуктом конфликта, который, как мы установили, он критикует. Что он ветеран либо войны в Ираке, либо войны в Афганистане, страдающим от посттравматического стресса. И вымещающий его на мире, который его сотворил. Учитывая, как сильно Нолан отказывается от чего-либо в отношении своего злодея, большая часть рассуждений, стоящих за этой теорией, чистая логика. Это объясняет, почему Джокер обладает такими глубокими знаниями о взрывчатых веществах и огнестрельном оружии. И несмотря на свою худощевую фигуру, может проявить себя таким грозным бойцом. На более интуитивном уровне это создает для него немедленный и разрушительный способ получить эти шрамы, что уже является поворотом классической улыбки Джокера. Речь Джокера к Харви Дэнду о плане, в частности, эта фраза. Если завтра я скажу в прессе, что, например, пандит будет застрелен, или грузовик с солдатами взорвется, никто не паникует, потому что вся эта часть плана. Но когда я говорю, что один старичок мэр умрет, ну тогда все теряют рассудок. Невозможно не заметить его отвращение к тому, как принятое сжатое войны подпитывает его статус агента хаоса. Хотя это едва ли убедительное доказательство. Джокер полон заявлений о намерениях и большей мотивации. Но вот пстительный дуликий, он служит в фильме явным намеком на более широкое мировое состояние того времени. И, следовательно, должен учитываться в данной теории. Наряду со стандартными военными знаниями, манипуляции Джокера с Бэтменом и полиции во время его допроса намекают на некоторую персональную подготовку в области военной разведки. А его грандиозный план состоит в том, чтобы исследовать Готэм-Сити и попытаться доказать свой тезис о его недостатках, на что Бэтмен намекает во время их последнего конфликта. Опять же, из-за преднамеренной двусмысленности все это косвенно, когда дело доходит до реальных фактов. Но этот аспект неизбежно составляет основу фильма. Его манипуляции, страхами и более грандиозный план уже обсуждались. И в рамках тем теории занимает свое место. Очень аккуратно военная разведка и ее секреты тревожат так же, как и правда, стоящая за этими войнами. Пока это в основном предположение, но только каждый шаг связан напрямую с темами, которые представляет Джокер, делает его невероятно мощным, особенно если смотреть на него в большом масштабе. На самом деле, что нечасто упоминается, так это то, как эта теория происхождения была подкреплена тем, что сделала новым. Хотя Леджер планировал вернуться для третьего фильма, его безвременная смерть помешала этому. Вместо этого Бэйн, Тома Харди сломал летучую мышь в темном рыцаре восстании. Фильмы, которые, как его предшественник, не стеснялся охватывать мир, в который он попал. Выпущенная в 2012 году трилогия возникла из пепла краха фондового рынка, превратив Бэйна или Бутиней в параллели с движением окупи. Опять же, злодеи Бэтмена были представлены как прямое следствие безудержного господства Америки над властью, а деятели поп-культуры использовались как острые метафоры. В большей степени, чем какие-либо свидетельства в кино, эту теорию делает настолько увлекательной то, что хотя она может показаться ограничивающей бесконечной возможностей неоднозначной предыстории, на самом деле она укрепляет мифологию Джокера. Вот персонаж, для которого на данный момент ясно, что окончательной версии не может существовать. Цезарь Джамера, Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Улета представили свои варианты живых выступлений на разные ответы, но даже тех, кто в настоящее время считается непроизведенными, Николсон и Леджер, невозможно назвать полностью, олицетворяющими весь масштаб характера, как написано. Взгляд Марка Хэмела из Бэтмена мультсериала подходит близко, но даже этот продукт своего времени и среды. И в этом суть, точно так же, как Бэтмен, больше символ, чем человек. Ключевая и основная тема трилогии Темного Рыцаря, Джокер больше, чем просто сумасшедший беглец из убежища. Он не просто недовольный гражданин, а представитель всего, против чего выступает герой. И солдат Джокера эпохи Буша, который воплощает Леджер, является важным фоном для Бруса Вейна Кристиана Бэйла. Эта теория делает его более явным продуктом очень приземенного мира, созданного Ноланом, и даже более доминирующим стержнем истории. В конце концов, хотя Хит Леджер, несомненно является самым ценным игроком Темного Рыцаря, десятилетия дискуссии о роли его наследия часто упускается из виду. Что подобно Ганнибалу Лектору или Дарту Вейперу до него, эти злодеи существуют в первую очередь для того, чтобы размышлять о путешествии главного героя. Бэтмен берет на себя педа из современной Америки и обнаруживает, что его моральный контекст не может соответствовать из-за коррупции Харви Дента. Становится ясно, что все нельзя просто сбросить. Непреодолимая сила, которую представляет Джокер, слишком сильно. Фильм заканчивается тем, что Бэтмен скрывается. Попытка разорвать порочный круг экскалации, она требует жертв. Это впечатляющее на уровне персонажа. Она совершенно потрясает, когда читается в более широком глобальном контексте. Темный Рыцарь исследует новые поля сражений и параллель с реальным миром делает посыл еще более точным и реальным. 14 лет спустя представление о том, что Джокер это бывший солдат, страдающий по строматическим стрессам, расстройствам, теперь широко известно. И хотя никакое теорическое происхождение такого непознаваемого персонажа никогда не может быть решительно подтверждено, оно несомненно является лучшим. Это не только придает логику его действиям, но и связано с более важными темами трилогии и формирует то, как мы видим Джокера. Редактор субтитров А.Семкин